Ибо небо и земля придут, но мои слова не придут. То есть земля и небо, когда она закончится. Не знаю, так хочется, чтобы наша планета сохранилась, осталась. Это прекрасная планета, я думаю, любимая планета в руках нашего Бога, который все сотворил. Но написано, придет все. А вот Слово Божие, что Иисус сказал, что Бог сказал через пророков, что Дух Святой нам говорит, не пройдет. И это так важно, это так важно знать про это, потому что за этим стоит Бог. Смотрите, что второзаконнее сказал Моисей. Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня. И завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это ваша жизнь. И через это вы долгое время пребудете на той земле, в которой вы идете за Иордан, чтобы овладеть ею. Да, это 32 глава 46-47 стих. Так он сказал, Слово Божие, это ваша жизнь. Это не текст Писания, это не книга, а это жизнь ваша. Завещайте детям, учите их, пусть они занимаются, вникают в Слово и живите по этому Слову. Вот так мог сказать Моисей. Вот так ему это было важно. Я думаю, каждому из нас оно должно стать важным. И вот там не так дорого, что вот люди занимались, книжники другие, а они так передали нам все это, переписывали, переписывали, проверяли, сравнивали и в общем передали к нам подлинники того времени. Вот тогда были такие люди, группа верующих, которые назывались Мазареты. Они переписывали Писание, сравнивали, иногда называли еще книжников того времени, что пересчетчик, они все пересчитывали. И вот они насчитали, допустим, в книге Тора, это пяти книжек Моисея, 400 945 слов. И вот в центре этих слов стояло слово «искал». Мы находим это слово в книге Левит, 10 глава, 16 стих. «И козла жертвы за грех искал Моисея». И вот он сожжен. То есть они пересчитывали и проверяли то же слово, действительно оно в центре, или где-то, может быть, одно слово добавилось или убавилось. Нельзя было добавить или убавить, надо было передать. И вот то, что мы потом знаем, как мальчик, пастушок, который вот эти в Кумранских пещерах, так сказать, забросил камешек сверху, и потом услышал звенить там что-то, спустились, нашли свитки, свитки Библии. И, так сказать, один из них был свиток Исаия, пророка, и там ну все, слово в слово, оно совпадало с тем, что эти Мазареты переписали другие люди, которые переписывали Библии. Библия, это так важно, чтобы мы знали, за всем этим стоит Бог. Потом многие ученые искали в каждой пещерке там в Кумране, они отыскали от всех писаний, от всех книг Старого Завета, какие-то, по крайней мере, кусочки текста, и могли тем самым подтверждать то, что они не находили в других источниках, кроме книги Исфи. Это так сильно, это так здорово, что вот Бог стоит за этим. Он сделал возможным, чтобы передать для нас это писание. Таких книг больше нету. Нету больше книг, которые за столько времени могли сохраниться слово в слово. И вот то, что нашел этот мантик в этих кумранских пещерах, это подтверждает, что вот действительно слово Божие живо, действенно. Оно до сегодня до нас дошло. И то, что Иисус сказал, что все пройдет, но мои слова останутся. Я так благодарен Богу за все переводы Библии, которые есть. И как-то сравниваю их всегда. И думаешь, каждый, кто переводил, обязательно Бог ему давал такие мысли, чтобы передать тебе так, чтобы ты и с этой стороны посмотрел на слово и увидел всю глубину, и мог, так сказать, жить по этому слову. Еще прочитаю из послания к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает на разделение души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Да, вот это слово Божие. Оно живо, оно действенно, оно проникает вглубь. Оно там, где наша тайна и даже, оно раскрывает. Когда мы молимся, говорим, Господи, покажи мне, как я думаю, как я стою перед тобой. Научи меня жить по твоей воле. И он открывает. И он открывает через слово. Когда мы находимся постоянно с ним в общении, нас не может одолеть ни грех, ничего, потому что мы и в нем. Только когда мы отходим от него, и когда мы перестаем быть общаться по соседям, там может, так сказать, что-то произойти. Но пока мы с Господом, пока мы в нем, слово Бога живое и действенное. Читайте слово Божие. Пусть оно будет вашей жизнью, как сказал Моисей. Ибо все пройдет, но слово Божие останется. Будьте благословенны. Игорь Хмедс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok